Я вас приветствую, братья и сестры. И сегодня, как тема для беседы, хотел бы поговорить о прообразах Богородицы и тайны богоматеринства, соответственно, и богочеловечества, которые были рассыпаны как жемчуг щедрой рукой или как семя сеющим по страницам Ветхого Завета. Имея уже, так скажем, некоторый опыт общения с людьми в вопросах веры, приходится очень часто беседовать с людьми, которые веруют в Христа, Сына Божия, но не до конца как бы поведают его Сыном Человеческим, потому что сомневаются в том, что он рожденный Девою, и сомневаются о самой Деве, о самой Матери Иисуса Христа. И вот об этом спрашивают, потому что не находятся в Писании достаточного объяснения своих вопросов. И священник зачастую имеет перед собой нелегкую задачу, должен переплыть немалое море для того, чтобы вместе с человеком пройтись по Писанию умом и показать ему, что слишком велика была тайна, чтобы говорить неоткрыто. И эта тайна, с одной стороны, открыта в прообразах и в тенях, и в гаданиях, и в тайных пророческих речениях. С другой стороны, сокрыта, чтобы ее не носил в устах каждый, и чтобы человек потрудился и узнал истину, а не просто поднимал ее, как бы, лежащую на полу. Такова именно тайна Богоматеринства и Богочеловечества. Это слишком высокая мысль, чтобы так вот ни с того ни с сё понять ее. Но не каждое сердце вмещается. Иудеи ищут знамения, эллины ищут премудрости. А благодать Божия преподается всякому верующему, иудею или эллину, по мере его сердечной чистоты. Итак, когда мы говорим о Божьей Матери, мы всегда оперируем образом Ветхого Завета. Там о ней сказано очень много, но все очень тайно. Главной святыней иудейского народа был храм и то, что в храме. Самое главное в храме – это Давир, святое святых, место, где был Ковчег Завета, хранивший иудейские святыни. К числу этих святынь относилась манна, находившаяся в золотом сосуде, жезл Аарона, процветший, и скрижали каменные заветы. Все это было положено, помещено в ящик окованный снутри и снаружи золотом, над которым были изображены херувимы, осеняющий Ковчег, и туда заходил только раз в год священник, первосвященник, шепотом произносил имя Божие и приносил молитву за народ. Это самое святое, что было в еврейском народе, в полной мере является образами и символами Девы Марии и Богородицы. Сейчас скажу, почему. Во-первых, там была манна, хлеб ангельский, хлеб небесный, хлеб необычный, которого не ел никто, кроме евреев, путешествующих по пустыне, никогда. И на память. Некие несколько горстей этой манны были положены в золотой сосуд и положены в Ковчег Завета на память родам родов. Дева Мария является именно той, которая носила в себе небесную манну, ибо однажды евреи приступили к Христу с тем, чтобы он дал знамение какое-то. Это было после насыщения пятью хлебами пять тысяч народа. И говорили, что вот наши отцы ели манну в пустыне. Господь говорил им, что отцы ваши ели манну и умерли. Я вам дам хлеб с небес, который вы будете есть и не умрете. И хлеб, который вы будете есть, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. То есть манна была образом причастия, а истинная пища бессмертия, истинная манна, в полном смысле слова, есть тело Христова и кровь Христова, которые преподаются верующим в Таинстве Евхаристии. И Дева Мария – это есть сосуд манны, стамна золотая, наполненная небесным хлебом, потому что через нее Сын Божий становится плотоносцем, через нее одевается человеческое тело, и это тело мы пьем и едим в Таинстве Евхаристии. Значит, вот манна в золотом сосуде – это образ Божьей Матери, она золотая чаша, в которой хранится хлеб небесный, хлеб вечной жизни. О ней? О ней сто процентов. О Христе и о ней. Или же жезл Аарона. Вы помните, мы когда-то говорили про этих первых протестантов, про Дафана, Аверона, Корея, которые бросали в лицо Моисея упреки, где сказали, что ты нас тут водишь и командуешь нами. Весь народ свят, все одинаковые, все мы хорошие, все перед Богом равны, а ты командуешь нами. И для того, чтобы проверить, какое поколение людей, какое колено будет священствовать перед Богом, были положены жезлы, палки пастушеские, перед входом в Скинию собрания. Господь дал знамение, значит, процвел жезл брата Моисеева Аарона. Это был знак того, что он должен священствовать, и больше никто. Значит, некая иерархия выстроилась, чудом было доказано избранничество, а жезл потом лег в Ковчег Завета на память. Так вот, эта палка сухая, родившая плод, это тоже образ девы, которая стала матерью. Потому что Мария не могла родить по человеческому рассуждению. Не познавшая мужа, осенением Святого Духа зачала сына и родила его. Совместила в себе несовместимое девство и материнство. Жезл сухой, жезл пастушеский, который процвел из себя плод, причем плод, там, орех, как Григорий Низский говорит, значит, в своей книге «Жизнь Моисея», говорит, что сам плод-то показывает некие тайны духовные. Орех ведь снаружи горький, в нем очень горькая кожура и твердая. Снаружи горькая, ниже твердая, а уже дальше только плод. Такова жизнь духовная. Необходимо сначала и покривиться от горечи, потом потрудиться над твердостью, а потом уже дойти до сладкого зерна. Такова именно жизнь духовная. Орех в этом смысле очень такое духовное растение. Итак, жезл тоже о Божьей Матери. Она мать и дева, палка суха, однако просвела по Божьему благословению и плод принесла. Скрижа Лизавета тоже о ней, потому что Сын Божий есть Слово Божие. И как на досках каменных, на неудобоприятном для письма материале, ни на пергаменте, ни на бумаге, ни на чем-то еще, а как на мягком воске, перстом Божиим были написаны эти заповеди, и камень умягчился под перстом Божиим, и потом эти слова закона явились людям, так и на Деве Марии, на неудобном для Рождества материале. То есть на девице, на непознавшей мужа, перстом отчим написалось Слово. Слово Божие вошло в нее, и она есть живая скрижаль, живая носительница закона. Сам Ковчег Завета, само Святое Святых, собой символизирует Божья Матерь, потому что туда, в Святое Святых, заходил раз в год архиерей. Архиерейский сан Древнего Израиля – это тоже прообраз Иисуса Христа. Об этом апостол Павел к евреям говорит, что мы имеем архиерея, прошедшего небеса, который не приносит грехи за свои грехи тоже, не приносит жертвы за свои тоже грехи, потому что у него их нет, а пришел с кровью, своею кровью, пред лицо Божие за грехи всего мира. Он есть архиерей, прошедший небеса, архиерей грядущих благ. И тот архиерей древний входил раз в год некое святилище во Святое Святых, а наш архиерей сошел с небес на землю и вместился в чрево Девы, вышел из нее человеком для того, чтобы стать жертвой за наши грехи. Поэтому в Акафисте говорится «Радуйся, Святая Святых Большая». Это тоже о ней. И там тоже говорится, «Радуйся, ковчежи, позлощенный духом». То есть она есть сокровище священное, вместилище тайн, подобно тому ковчегу, хранящему святыню. И купина, горевшая и не сгоравшая, тоже есть образ Девы Марии, поскольку она огонь Божества приняла в себя, но не опалилась. Бог наш есть огонь поедающий, так говорит Писание. И вот огонь Божества вошел в ее чрево, однако она горела огнем благодати, но не сгорала. Она есть святая земля, из которой был создан новый Адам. Первый Адам был создан из бессловесной земли, в раю, из девственной земли, не паханной плугом. Божья Матерь есть девственная земля, не знавшая супружества, из которой исткался новый Адам. Новый Адам в Господь в небесе. Она есть гора, от которой без приложения рук отсекся камень, и врата Адова сокрушил, о чем Даниил говорит в своем пророчестве. Все это таким образом открыто людям. Вот вам образы и символы. И в то же время закрыто от людей, потому что понимает эти образы, только имеющие разум и вникающие в глубину Священного Писания, что еще очень важно, слушающиеся Церкви. Церковь любит Божью Матерь не зря и открывает нам эту великую тайну, как бы на ушко, говорит нам, слушай, смотри, какая красота! Господь Бог стал человеком через такую святую чистую Деву. Люби ее вместе с ее сыном. Люби сына и его мать. Люби мать и ее сына. Вот что я сегодня хотел бы как бы дать направление мысли для людей, и которые веруют в Христа, но сомневаются о преснодевстве Богородицы, сомневаются о ее славе, в недоумении находятся, протестантствуют, так сказать, и лишают себя благодати, лишают себя молитвы Божьей Матери и утешения от нее. Хотя она сама сказала, отныне ублажат меня все роды. На всем прощаемся по истечении времени и в надежде на будущие встречи возвращаемся обратно в студию в следующий день и в то же самое время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин